На Тростнянской земле велись ожесточенные сражения. За бои на Соборовском поле высокого звания Героя Советского Союза были удостоены 35 советских солдат. В братской могиле поселка Тростна покоится более 1300 бойцов. Все они летом 43-го погибли на Соборовском поле. Их подвиг увековечен в самой Соборовке. Правда, стоит там мемориальная плита с именами героев. Поставили ее несколько десятилетий назад, а настоящий мемориал так и не появился. Будет, пообещал временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области. 24 июля приехавший на день освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Устройство Соборовского поля стоит в планах. Уже сейчас работы начинаются. Нам эту работу нужно продолжать дальше, для того, чтобы помнили наши потомки. Что и как было на героической земле. Мы понимаем, что сейчас у нас идет очень важный период. У нас идет 75-летие Орловско-Курской битвы. И здесь конкретно, вот в этот день, когда освобожден был Тростнянский район, Тростна, мы постарались подгадать к этому времени подготовку памятника. И сделали все, что от нас было зависело. Практическими делами сохраняют память о нашей Великой войне. Это прежде всего нужно нашему молодому поколению. Тростна. За последние несколько лет поселок обрел свой мемориальный комплекс. Весной там открыли Стеллу, населенный пункт воинской доблести. А сейчас памятник советскому солдату. Памятник в Орловской области стал 220-м по счету, который установило Российское военно-историческое общество. Причем появился он в день освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Именно с этой земли началось победоносное шествие нашего советского солдата, нашей армии, дошедшей до Берлина. Сегодня Тростнянский район развивается. Сегодня у поселка Тростны иное лицо, лицо патриотизма. Ведь сегодня за последний только год установили три памятника воинам-освободителям. Позже празднование дня района переместилось в парк. Здесь лучшие люди района были отмечены грамотами и наградами. В 33-ю годовщину основания района гостей Тростнянцы встречали радушно. По старинному русскому обычаю, 8 подворий сельских поселений района развернули свои скатерти-самобранки.